Нашлись инвесторы, готовые газифицировать вторую ТЭЦ в Алматы. Сразу три финансовые организации согласились вложить в проект 327 миллиардов тенге. Деньги возвратные. Самокэнерго берет кредиты у финансовых институтов на рыночных условиях. Учитывая, что текущая базовая ставка высокая и затраты немаленькие, не ударит ли это по карману горожан? Удастся ли сохранить тарифы или придется повышать? Дельмурат Муталипов попытался снять и ответ на вопрос. Известно, что проект модернизации Алматинской теплоэлектростанции будет финансироваться Европейским банком развития и реконструкции, Азиатским банком развития и банком развития Казахстана. Каждый из них выделит по одному траншу, то есть заемный 327 миллиардов делится на три банка. Европейский банк развития и реконструкции первым предоставил 130 миллиардов тенге. Сумма кредита, которая предоставится двумя другими финансовыми учреждениями, уточняется. Сам договор займа заключался при рыночных условиях с учетом маржи финансовых организаций. Мы привлекаем на рыночных условиях, то есть мы не используем какие-то бюджетные займы, субсидии, поэтому фондирование является рыночной, максимально возможной ставки по минимальным ставкам, учитывая наличие корпоративной гарантии «Самрук Казна», то есть это обеспечивает стоимость заимствования на уровне практически суверенного уровня в тенге на 15 лет. При переводе алматинской ТЭЦ-2 на голубое топливо возникает резонный вопрос – не ударит ли такая капитальная модернизация по карманам потребителей? Отвечая на этот вопрос, наш второй спикер напомнил, что срок кредита большой, то есть 15 лет, и поэтому длительный заим позволит сохранить лояльный тариф. Предварительные расчеты есть, сейчас окончательно трудно сказать, поскольку не знаем точно стоимость газа, я думаю, порядка одного тенге будет. Сейчас «Самрук Энерго» объявила тендер для определения подрядчика. Конкурс будет состоять из двух этапов по международным стандартам с максимальной прозрачностью. Что касается сроков реализации проекта, то ответственные лица заявляют, что завершат переход городской ТЭЦ-2 на газ к 2026 году. На первом этапе до 2025 года будет модернизирована электрическая часть. До декабря 2026 года планируется реконструировать отопительный сектор. Кстати, уже прорабатывается и вопрос о переводе на газ ТЭЦ-3 в мегаполисе. По предварительным оценкам, на этот проект необходимо затратить 272 миллиарда тенге. Дельмурат Муталипов, Рашид Шукуралиев, Атамкин Бизнес.